Этого праздника ждёт каждый, кому знакомы такие слова, как недосып, экзамен, зачёт и сессия. Традиционно 25 января отмечается День студента. Совпадает он ещё с одним праздником – именинами Татьяны. Потому и называется Татьяниным днём. В Татьянин день лучшие студенты района принимали поздравления от главы муниципалитета Романа Синеговского. За чашкой чая в непринуждённой обстановке Роман Синеговский пообщался с лучшими представителями учебных заведений района. Обращаясь к молодёжи, он отметил, многие ребята после окончания школы остаются в районе, они едут учиться в крупные города. В учебные заведения нашего города активно поступают и абитуриенты из других районов. И это не случайно, ведь для реализации талантов в нашем районе есть все возможности. Всего в Славянске работает пять среднеспециальных техникумов и одно высшее учебное заведение. У нас Славянский район молодёжный, студенческий город. За это вам спасибо, что выбрали у нас Славянский район. Мне хотелось бы, конечно, чтобы в Славянске жили и работали профессиональные, умные, ответственные люди. Но у вас с праздником вам крепкого здоровья, оптимизма, дерзайте. Роман Синеговский рассказал студентам о перспективных планах развития муниципалитета. В свою очередь студенты поделились своими проблемами. В основном они касались вопросов трудоустройства после окончания учебных заведений. Везде требуются опытные специалисты, говорят ребята. А как тогда набраться опыта? Глава района дал совет молодым студентам. Ты должна понимать, что год я должна проработать вот здесь не за деньги, а для себя, для опыта. То есть должна понимать, что год вот надо вот здесь проработать, себя проявить там где-то что-то. Уже какой-то опыт. Все приглашённые на приём ребята – активные участники общественной и научной жизни района. Одна из них – студентка филиала Кубанского государственного университета Татьяна Голосова. Ни одно молодёжное мероприятие, как внутри филиала, так и за её пределами, не обходится без её участия. Татьяна – руководитель местного отделения Краевой общественной организации «Регион 93», Всероссийской организации «Молодая гвардия» и движения «Волонтёры Победы». Говорит, оказаться в числе приглашённых на приём – большая честь для неё. Встреча пошла очень в дружеской обстановке. Глава с нами разговаривал на равных, поделился секретами успеха, рассказал о своей студенческой жизни, дал практические советы. В общем, я считаю, что такое взаимодействие с молодёжью, оно очень продуктивное. В завершении встречи глава района вручил ребятам благодарственные письма и памятные подарки. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».